В спортивной школе Олимпийского резерва «Старый городок» идет интенсивная подготовка к предстоящим стартам. Новые программы, элементы и связки. А главное – огромное желание побороться с сильнейшими спортсменами мира. Сейчас будет соревнование в Башкирии. Там будут уже и Армения, Казахстан, Белоруссия. Мы будем, естественно, сильнейшей командой. Поддержать друзей накануне соревнований приехал известный южноафриканский спортивный журналист, фотограф и общественный деятель Весел Асхейзен. С Россией его связывает многолетняя дружба и любовь к спорту. Это мой 19-й визит в Россию за время более чем 30-ти летней дружбы. Мои личные дружбы не только со спортсменами, но и с обычными людьми. У меня накопилось много историй. Поводом для приезда писателя в Москву стала презентация книги «Буры и русские. Личная дружба». Она повествует о более чем 100-летней истории отношений между африканцами и русскими. В издание также вошли личные рассказы автора о взаимодействии с российскими спортсменами. Впервые я увидел российских спортсменов, российских гимнастов, их команду в 1987 году на международном соревновании. Я увидел команду из Советского Союза. Там была Оксана Амельянчик, гимнастка, которой очень восхищалась моя дочь Хайди Мари, которая также занималась художественной гимнастикой. В 1994 году Хайди Мари стала чемпионкой Африки. Ее успех во многом обусловлен поддержкой наших гимнасток. Вот и сегодня гость активно интересуется достижением российских спортсменов. У меня у самого был акробатический клуб. И когда в 2014 году во Франции проходил международный чемпионат по акробатике, русские спортсмены взяли все медали, кроме двух медалей, которые взяли спортсмены из моего клуба, где одним из главных тренеров были русские тренеры из Воронежа. Уже скоро сборная команды России по спортивной акробатике будет бороться за звание лучшей на международных соревнованиях. Спортсмены набрали форму и полны уверенности. У нас сильнейшая школа в мире, на последнем чемпионате мира, на котором нас допустили. Мы выиграли командные соревнования и все три вида, участвующие в команде, все со старого городка. Конечно, победу всегда хочется. Мы, в принципе, вполне готовы, поэтому думаю, что будет победа. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».